Папа считал, что не только шахматы не вредны, что они полезны, что они приближают человека к Богу. Представляете, я не религиозный человек. В своё время была такая поговорка, что женщины любят красивых, высоких и политически грамотных. Вот я был как раз такой. Юрий Львович, а чего не хватило, чтобы вы стали чемпионом мира? Характера не хватило. Ты нарушил главный порядок. В общем, то-то, то-то. Я говорю, Дмитрий Васильевич, мне играть через полчаса, ну что вы мне голову дурите перед игрой? Он говорит, а мне наплевать на ваш результат, вы должны меня слушаться. И в результате я эту партию, я пришёл играть, у меня руки дрожали. В жизни всегда бывают чёрные полосы, надо уметь пережить, пережидать. И я пережидал, считал, что это кончится. Так вот, самолёт над Парижем примерно полчаса болтался, взлетал и падал, взлетал и падал. Оказывалось, что у нас шасси не выходят у самолёта. Значит, слово Бориса Васильевича, все захлопали. Борис сказал, а я хочу поднять бокал не за великих шахматистов и не за большое начальство, а за скромного человека, который сидит тут за столом и пьёт только газированную воду. А это КГБшник. Он должен быть трезвым, да? Вы представляете? Там как бомба взорвала. Вот это вот Борис Паский. Ему надо было ехать на турнирование претендентов. Вдруг вот этот человек, который с нами был, он говорит, с Паской очень много трепался, там он говорил, что у Ленина был сифилис, я уже не помню. Ну, в общем, он рассуждал очень. Вольно. Вольно. Значит, я говорю, вы же ему портите карьеру. Он играет турнир претендентов, будет на мировое первенство, а вы хотите, чтобы его отправили домой. Он говорит, это моя работа. Они отчитывались вот о поведении. И, скажем, когда я был руководителем делегации, я должен был, это самое, кто, что, если что-нибудь не так, я должен был официально написать. Я говорю, я возвращаюсь на Родину. А этот мне, этот работник говорит, а вы действительно хотите вернуться на Родину? Такую фразу бросает. На тебя пришла телега. Что значит телега? Ну, кляузы, что вот я, что якобы, так сказать, мне предлагали остаться в Америке. Ну, и в результате четыре года я был невыездным. Я, Суетин и Керес, все трое были невыездные. Мы поехали на турнир в Бухарест. Все трое были невыездные. На Дальшансе свежего воздуха сел за доску, и, о ужас! Монотонное движение лыжники раз-два-три-четыре, раз-два-три-четыре, привело к... Мысль не работала, голова плохо работала. И я завалился в этом чемпионате. Там, по-моему, 13-й я был. Да. Будет там, предстоит там что-то. Всего доброго, до свидания. Кто это звонил, Юрий Львович? Это жена Котова. Вы дружите, да? Ну, я сейчас с Александром был. Мы же с ним вместе были в одной команде. Он у нас в институте, где я учился. Он в аспирантуре был у нас. И мы тогда с ним познакомились. Он был такой, знаете, человек, умеющий добиваться цели. Ребёнок, который хочет добиться успехов, он должен организовать свою жизнь. Просто пошёл в школу, пришёл, отдохнул, пообедал, сел за доску, поработал. А шахматизм у меня стал случайно. Через много лет мне предложили с ней встретиться. Она уже потом вышла замуж, специальность получила, я его не помню. И я решил, что я не буду с ней встречаться. Ей будет больно, понимаете, видеть соратника, который живой в то время, как она столько выстрадала. Мысли на лестнице называется, когда возвращаешься откуда-то и думаешь, что ты сказал что-то не то, вот надо было сказать так. Но мужчина должен приобрести опыт общения с женщинами. И он, когда война окончилась в 1947 году, он заставлял меня вспоминать партии, которые я сыграл в 1939 году. То есть 8 лет до этого. Скажем, были такие Шуров и Рыкунин, мы были актёры. Я дружил с тем и с другим, еще не только с братьями Вайнерами, я дружил. У меня много было друзей. Вот в чем я считаю тоже важным. Я легко сходился с людьми и дружил по-настоящему. В том смысле, что, так сказать, не старался, бывает, отношения разного плана. Я все уместил, у меня всегда были отношения на равных. И представляете, жена была против, отец был против. Шахматисты говорят, ты дурак, зачем шахматы, такая лотерея, а у тебя хорошая работа. Зарплата у меня была в два раза больше, чем я стал получать, когда мне стали стипендию, да, 1200 рублей стипендия была. А я зарабатывал 2400. Скажем, я с чиновниками общался. Вот я просто обратил внимание, когда ты идешь к какому-то чиновнику чего-то добиваться, то такой самый худший вариант, он начинает думать, что бы он мог от тебя получить. Это один вариант случилось. Я говорю, ну вот все там. Он говорит, не говори все, расскажи про себя. Вы знаете, я думаю, что, вот я не очень, прошу прощения, не очень верю в дружбу между женщинами. Даже есть такой анекдот. Мне было с женщинами легко общаться. Это действительно было. Легко общаться. Ну, я, во-первых, старался никогда не обижать женщин. Потому что женщины более обидчивы, чем мужчины. И иногда бывает случайно человек, может, не подумав обиде. Нет, у меня нервная система очень крепкая. И у меня, я редко, скажем, будучи редактором журнала за 40 лет почти, я ни разу не повысил голос. Ни разу. Но я не жалею от того, что я не стал чемпионом мира. Это, как говорят, у меня нет этого, чтобы со знаменем идти вперед. Мне доставляло удовольствие игра в шахматы, доставляло удовольствие анализ. Я любил анализировать. Но я искал про истину. И не случайно у меня же моя главная работа называлась «В поисках истины». То, что мне в жизни много везло, это никуда не денешься. Это действительно мне везло. И кто-то мне однажды даже задал вопрос, а вот женщины, с которыми вы общаетесь, вы в них не влюбляетесь? Я подумал и сказал, у меня одна любовь – это шахматы. Хотя, может быть, это не совсем так. Спасибо. 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 Спасибо.